Салем до стар! Бул Каштанов, Миннен Каштанов Реакшн, Арнамо Кош, Гель Динздер. Сегодня у нас будет реакция на видео под названием Казах-боксер заставил сбежать вооруженных грабителей из США. Копа Майами в шоке от этой ситуации. Ребята, я думаю уже все так или иначе слышали и в различных соцсетях эта новость муссируется. Я видел ее, но как бы так специально не углублялся в эту тему, чтобы записать на это видео реакцию. И после недельного отдыха, да, я устроил себе небольшой отпуск. День рождения был 16 апреля. Выбирались, что называется, за город, отмечали. Набрался сил и теперь готов пилить реакции с еще большим энтузиазмом, напором и так далее и тому подобное. В общем, ребята, давайте прожмем лайки, напишем какой-нибудь комментарий, подпишемся на канал, кто еще не подписался и приступаем. Кстати, на Бусти я уже записал реакцию на фильм Мгла. Фильм Стивена Кинга. Ребята, ничего не буду говорить, советую всем посмотреть. Если не получается с моей реакцией, то без моей реакции обязательно посмотрите фильм Мгла. Это просто невероятно. Так, ну, извините за такое долгое вступление. Давайте смотреть. Кетк. Я, казах, запомни это. Такого терпелы еще никто здесь не видел. Подъезжал, автомат забрал, пистолет забрал, прибил там троих. Одного совсем там зубы выбил. Кровь. Ни хрена себе. Повсюду тут. Все офигели. Такого никто здесь не видел в Америке. Казахстан, да. Это русскоязычный американский коп восхищается казахстанцем Алжасом Калдыбаевым, который ограбил своих собственных грабителей в самом Майами. Блин, сейчас, сейчас начнем смотреть. Ограбил своих грабителей, но, наверное, не то, чтобы ограбил, да. Он, скорее всего, их разоружил, чтобы, не дай бог, ничего страшного не произошло. Поэтому немножко, наверное, здесь некорректно, но не суть. Давайте посмотрим. Кстати, ссылка на оригинальное видео по традиции в описании. Мэн, казах, я казах, да? 24-летний Алжас Калдыбаев, он же ОДжей, прилетел в Майами из казахстанского Кентау меньше месяца назад. Каз аэронавигации отправила его на практику в США. Он учится на авиадиспетчера. Нормально. Добрый вечер, мы из Казахстана. В Казахстане Алжас подрабатывал перепродажей смартфонов. В США решил тоже попробовать. Он увидел в сети объявление о продаже айфона 13 за 200 долларов. Созвонился с продавцом и поехал навстречу. Нормально, вот эта встреча получилась. Пока они разговаривали, сзади подошли два сообщника барыги. И наставив пистолет, отобрали сумку, в которой были деньги и документы. После чего все трое убежали. Но тут Алжас вспомнил, что его жена должна родить в конце мая. И он не может раскидываться деньгами. Он пустился в погоню за вооруженными гангстерами. Да, ребята, тут напрашивается такое выражение, что гангстеры уже не те. А может быть, это просто казах, да, проявил себя достойно, боксер. Ну, что тут сказать, ребята. Казахстан, как я уже знаю, ну, не то чтобы издаливли, но уже достаточно продолжительное время славится именно боксом. Тот же самый Triple G, да, такой яркий представитель. Сейчас это ММА, Шавкат, Рахмонов. Вот эти вот, короче, спортивные направления, где так или иначе единоборство. То ли бокс, то ли ММА, то ли смешанное единоборство. Сейчас, конечно, прямо на пике в Казахстане. И вот мы свидетели тому, что даже обычные люди, да, не какие-то профессиональные спортсмены, очень круто себя показывают. Один, раскидать троих. Ну, так, судя по виду, они такие щупленькие были, да, темнокожие ребята. Ну, и Казах тоже, как бы, такой нездоровый, да. Он просто, скорее всего, жилистый оказался. Что не скажешь о наших чернокожих заокеанских партнеров. Страшному, Джею удалось поймать одного из трех грабителей. Он отобрал у него пистолет, айфон и часть своих денег. И начал все снимать на видео. Хорош. Я не знаю, а? Ты, гал... Ты, гал... Я не пугаю, а ты, гал... Ты, гал... Окей. Сука. Го, го, го. Я не могу звонить им. Что это в твоем... Это в твоем... Хорош. Что это в твоем... Это в твоем... Только гам. Что это? Гам. Что это в гам? Что ты делаешь, как это? После этого, Алжас притащил грабителя на крыльцо случайного дома. Вышел хозяин, и казахстанец попросил его вызвать полицию. Извините, можешь ли ты мне звонить полицию? Эти ребята... 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 Я не знаю... Я из Казахстана. Без документа... Это все, что я получил. Я не могу... Но пока копы ехали, вернулись два сообщества. Сообщника грабителя и вероломно напали на Алжаса со спины. Они смогли разбить ему голову, но Алжас не сдался и пошел в атаку. В школе он серьезно занимался боксом. Блин. Охренеть. Охренеть. Пошел. Пошел. Они отбили своего сообщника. Правда, сами понесли очень серьезные потери. Алжас одному выбил зуб, а также забрал пушку и их телефоны. И тут в Майами началась настоящая ГТА по-казахски. Ну-ка. Майами-то кино в этом вообще. Эй, в Армейках. Кто нас? Вертолет Пензе. На место прибыли... Пять звезд. Пять звезд ГТА. И один вертолет. Копы даже позвали русскоговорящего коллегу, который выразил свое уважение. Этот чувак подбежал, автомат забрал, пистолет забрал, прибил там троих. Одного совсем там зубы выбил. Все офигели, такого никто здесь не видел в Америке. Грабители пока не поймали. В качестве добычи у них осталась только сумка с частью документов. Ужас будет в США до конца мая. И надеется, что до этого времени копы умерли. Они не успеют найти его вещи. Ну а пока он стал настоящей местной знаменитостью. Под постами с видео неудачного ограбления у него в соцсетях тысячи лайков. А МИД Казахстана уже связался с ним и, если что, готов помочь с документами. Находится с ним на постоянном контакте и с местными правоохранительными органами. Несмотря на то, что в ходе потасовки наш гражданин получил легкие вышивы, он от медицинской помощи отказался. Ай, ребята! Ребята, это одно из самых крутых видео за последнее время, которое я посмотрел. Что называется, да? Не постанова, а реальная жизнь. Порой гораздо круче и интереснее различных голливудских боевиков, да? Вот это да! Вообще круто, достойно себя проявил. Заработал популярность. Хочется, чтобы этот юный боец, да? Так назовем. Очень грамотно воспользовался нахлынувшей на него в столь короткое время популярностью. Я не знаю, как-то можно это раскрутить. Хочется, чтобы это был такой некий толчок для него в достижении чего-то большего. Хотя он и так, в принципе, в Америке учится на диспетчера. И, судя по всему, у него и так все достаточно неплохо в жизни. Но вот благодаря такому поступку хочется, чтобы у него было еще лучше. И, безусловно, это просто так не пройдет. И желаю ему дальнейших успехов, в общем. И, ну, молодец оказался мужчиной, да? И, тем более, троих раскидать. Ни одного, ни двоих. Троих, блин, троих, да? Опять же, да, говорю, он по комплекции такой достаточно щупленький. И те три парня тоже были щупленькие. Но казах оказался боксером и, скорее всего, еще и жилистым, да? Да, это все кумыс, да, ребята? Это все кумыс и, скорее всего, конина. Ну, все понятно, блин. Африканские братья, скорее всего, ни кумысы, ни конины никогда в своей жизни не ели. Ребят, напишите в комментариях, как думаете, это так или нет по поводу кумысы и конины. Потому что в каком-то видео, скорее всего, под какими-то единоборствами, мне как раз-таки это и писали. А, видео про армрестлинг. Ну, типа, кумыс, конина с детства. Вот и сильные руки и, в целом, сила. Так, ну что, все понравилось, все круто. Казахи, казах конкретный. И вообще, в целом, красавчики. Молодцы так держать. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А на этом все. Всем пока, удачи, до встречи.